Нечейную дорогу обнаружили жители поселка Южный. За домом номер 37 на улице Щерса уже больше 20 лет не ремонтировали асфальтовое покрытие. Управляющая компания говорит, что не несет за нее ответственность. Городская администрация также не может назвать имя владельца территории. Они нам прислали ответ, что данная дорога ремонту не подлежит, поскольку не знаем, чья территория. Как так, в городе не знают, чья территория. То есть мы боремся с этим уже на протяжении трех лет, это точно. Яму в полметра глубиной жители дома засыпали битым кирпичом. Но во время дождя границы лужи скрыты. Спокойно проехать здесь удается лишь местным жителям. Остальные машины периодически вытягивают с помощью троса. Оказывается, что вода стекает во двор с основной трассы, потому что дорога находится ниже уровня. Из-за отсутствия ливневой канализации, раскидистых деревьев, лужам просто некуда деться. Грязь непролазная. Дождик, весной снег тает, здесь лужи с детьми в дом, творчество детей водят в садики. То есть только либо на лодке на резиновой, как потоп, либо в сапогах. То есть это невозможно. Активисты дома обращались в дирекцию благоустройства города, управляющую компанию префектуры железнодорожного района. И пока на их проблему никто не реагирует, им приходится искать пути обхода разбитой дороги. Да вот с палочкой хожу. Вот мы устроили вот здесь вот тропиночку, вот здесь вот по травке ходим. И все. Нине Мазиной почти 80 лет. Больше половины жизни она провела в этом доме. Сейчас ей некуда выйти посидеть. Ни лавочек, ни детской площадки здесь нет. Однако женщина помнит, что далеком 71-м отношение к придомовой территории и дороге было другим. Здесь у нас дорога убиралась, всегда убиралась. У нас муж с женой убирали, они убирали от дома управления. Потом они умерли. Я уж не знаю, сколько лет тут убирается. И все, на этом все прекратилось. Больше дорог никто не убирает. Вы посмотрите, какой слой земли. Тут хоть картошку вот сажали ее. Уж скоро вообще, как будто вообще здесь асфальта нет. Одна грязь. Наша телекомпания направила запрос в администрацию города, чтобы разобраться, кто сегодня отвечает за территорию. В течение семи дней мы получим официальный ответ властей. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».